Итак, теперь мы будем с вами устанавливать резисторы. У нас их с вами, как видите, три комплекта на 10, на 1 и на формат 510. То есть будем сейчас с вами устанавливать их в соответствии с наименованием. Вот, к примеру, вот здесь у нас, у меня вот, я вижу сейчас 510, то есть у вас вот так вот, видите, вот 510. А, это я же потом переверну вверх ногами, чтобы вам было видно тоже нормально адекватно. В общем, у вас 510 вот здесь. Далее, вот здесь у нас 10К. Я теперь запутался, как мне переворачивать или переворачивать видео. Вот здесь тоже 10К. Так, где у нас еще резисторы, я что-то не вижу. А, вот они, вот они еще, вот резисторы R20. На платах, запомните, если вы видите на платах букву R, это резистор, запомните раз навсегда. Это вот прямо такое специфическое обозначение. Т-транзистор, R-резистор, то есть не запутайтесь. Это вообще, кстати, рекомендует прям вот хорошая вещь. Итак, то есть вот, сейчас пока мы 10К единицу отложим. Так, куда-нибудь сюда. И так, ой, теперь тоже вот так вот сюда отложим. Это не зря паяльник. И прежде чем продолжим, рекомендую, кстати, вот эту книжку. Очень удобно, называется «Электронные схемы». Это, по сути, и манго, и учебник. Как понять, как работает вообще радио. Это я себе тоже заказывал. Я почитал прекрасную книгу. Если что, ссылка в «Читай о городе» на нее также будет в описании. Вот она вот такая вот. Прямо красота, красота. Рекомендую всем почитать, заказать. Там вот реально приятная рисовочка. Все обладающе объяснено. А дополнительные информации и инструкции прописываются вот в формате текста. Так что будет интересно, плюс хороший сюжет. Ну а теперь продолжаем. Это не реклама, если что, это чисто мое желание поддержать хорошего автора. Значит, смотрите, вот у нас такие вот резисторы. И надо их всегда сейчас нам с вами проставить. Аккуратненько я вот так вытаскиваю. По одному будем вставлять. По одному будем вставлять. Аккуратненько. Где-то вот, ну, 1-2 миллиметра в длину оставляем. Вот здесь сбоку. Многого тоже не надо. Лучше, наверное, с помощью кусачек мне так проще будет. Так, вот так. Здесь, конечно, китайские и зарубежные, у них тонкие. У советских всегда было толще, я помню. В детстве как-то занимался спайк один раз. Понравилось? Понравилось. Так вот продеваем, проставляем. Ну, аккуратно делайте. И рекомендуется оставлять немножко небольшой зазор между платой и самим резистором. То есть, сильно особо не прижимайте. Чтобы у вас была возможность для его аккуратного демонтажа. Так. Обычно они дают с запасом, но я думаю, здесь у нас сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну, на один, ну, видимо, может где-то еще один есть. Может, я просто его не вижу. Но, может где-то еще есть. Вот так сейчас аккуратно расставим. Поставим. Так вот. Вбок так сдвинем, чтобы он сидел себе такой припаренный. И все остальные сейчас тоже поставим. Вообще, резисторы с ними довольно просто. Главное, понимать их сопротивление. Но, вообще, я, кстати, очень рад, что здесь все есть. То есть, видите, вот здесь уже все прописано. Обычно, обычно, их редко прописывают. И в этом случае нам как раз-таки бы понадобился мультиметр. То есть, с помощью него можно было бы спокойно измерить все. Я вот на последнем резисторе вам покажу. Вот давайте пока вот это все сейчас проставим. Как это можно будет сделать? Я сначала вот это все сейчас проставим. Вот так. Аккуратненько. Один, два. И вставляем. Надеюсь, что автофокус нам не сильно вредит с видео. Реально. Не ругать, если честно, особо, пожалуйста. Потому что для меня это первый опыт. Я хочу узнать только вот, если есть... Если вдруг кто-то тоже занимается спайкой. Если вдруг я делал какой-то бред. Я, кстати, не ручаюсь, что оно заработает. Но надеюсь, что... Заработает. Если заработает, значит, вначале видели, что... Я показал сразу радио. Если нет, значит... А хотя, сейчас спилирую. Может быть, я покажу и то, и другое. Черт знает. Посмотрим. 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 Вот так вот. Сразу вставляем, чтобы проблем у нас не было. Так. Раз. Два. Так. Раз. Два. Вот так вот. Эх. Так. То есть, всегда оставляйте небольшой зазор для... Ну, такой, примерно, нормальный. Чтобы можно было потом демонтировать его. Обычно, говорят, надо притавливать к платью. Ребят. Вот если вдруг у вас что-то пойдет не так. Вам нужно будет его вытащить. Соответственно, вам нужно сделать так, чтобы у вас не было никаких проблем. Так. Кстати, вот, извиняюсь, конечно, за паузы между, наверное, эпизодами. Так будем называть их. Потому что я делаю реально паузы, чтобы просто немножко разобраться тоже. Потому что делали я все правильно. Я слежу за собой тоже. Потому что мне хочется, чтобы это радио заработало. Напор мне сам обошелся не много, не мало в тысячу. Да. Вот реально, скажут, купить дешевле радио. Ну, с одной стороны, да. Но с другой стороны, научиться самому все это дело собирать. По инструкции. Иметь все детали и запчасти. Чтобы все делать. Тебе все это комплектовали. Просадили, чтобы все было рабочим. Ничего, да. Вот она вот такая вот. Ой. Жалко мне ее. Так, конечно, поморочился. Вот видите. Но зато вы это делаете своими руками. И мне кажется, это цена достойная. Вот так немножко подавим. Слегка. Слегка. Вот так. Сильно не загибайте сзади. Потому что вам потом нужно будет обрезать. Для этого у нас, если что, есть кусачки. Вот кусачки. Они нам понадобятся тоже. Потом вот это все обрезать. Все эти вот концы. Вот так вот. Раз. Два. Так вот сейчас поставим. И потом просто разом все запаяем. Аккуратненько. Слушай, я даже без щипчиков спокойно справляюсь. Я потому что для себя вот паял мини-фонарик. Он сгорел, говорю сразу. Но он работал какое-то время. Потом сгорел. Ну там. Этот. Там сгорел, по-моему, транзистор. Или резистор. Я не помню точно. Там что-то вспыхнуло. Я не успел увидеть, что именно. Наверное, резистор. Нет, наверное, резистор просто сгорел, мне кажется. Он, наверное, был неисправлен. Я не стал заменять. Хотя у меня есть запасной. У меня есть запаска. Но я не стал уже заменять. Зачем? Лишний морок только себе. Так. Так что нет никакого смысла. Было его заменять. Просто попробовать, чтобы убедиться, что у меня все работало. Омра была на батарейках. Хорошо. Прекрасно все заработало. Потом пробовал звуковую плату. Ну, это настоящий ад был с ней. По одной простой причине. Она очень сильно орала в результате в конце. Так и должно было быть. Если что, вдруг скажут, что это не так. Я там сделал все правильно, а она запела. Мощь похлещет так, что аж все собаки начали лаять в окку. Ой. Здесь немножко некорректненько. Аккуратненько. Надо сделать так, чтобы они все были, ну, в рядочек такой у нас сообразный. И вот. Вот здесь оставляем немножко такой вот зазорчик себе. Так. Вот видите, у нас еще запаска остается. Ну, либо запаска, либо где-то еще один нужно будет встать. Я просто, может, не видел. На 510. Ну, сейчас посмотрим. Может быть, где-то реально еще один 510 лежит. На всякий случай, если что, у нас есть запаска. Будем знать. Если только что, пойдет не так. Так. А может, кстати, на запаске и покажем. А, кстати, я, наверное, на запасном покажу. А, нет, не буду, потому что пусть лежит пока кончики все в безопасности. Все аккуратненько. Так. Вот этот вот, конечно, я утопил его случайно. Теперь буду мучиться. Ну, ладно. Мучиться, мучиться. Может, что-нибудь да получится, как говорится. Вот так вот немножко притянем. Вот так вот. Так. Вот видите, вот здесь потом пропаяем. Вот сюда еще с пасы не поставим. Но сначала возьму мультиметр, покажу, как все это делается, определяется. Итак. Вот я уже подключил мультиметр. Вот. У меня вот такой вот карманный, компактный. Есть два выхода. Нам нужен ком и бэд. То есть будем сейчас вымерять его внутреннее сопротивление. И смотрите. У нас здесь отметка 510. То есть я покажу сразу на всех трех типов, чтобы убедились, что это все реально работает. Может так выявить. Не важно, с какой стороны вы будете там ставить. С этой. Нам главное, смотрите. Нужно выбрать именно раздел по сопротивлению. То есть. Вот видите, у нас сейчас есть единичка. Если будем прикладывать, то... Ну вот видите, он там скачет. Потому что почему? Слишком большое взяли. Давайте уменьшим, скажем, ну до 20. Потому что у нас здесь 510. Это не в тысячах. Вот смотрите. Вот у нас здесь есть, скажем, на K. То есть это 1000. Есть на 10000. Вот здесь как раз таки вот тут нам он понадобится. Потому что здесь у нас большое есть. То есть это просто размер. Разметка такая. Так. Вот смотрите. Вот мы поставили сразу на 20. Вот. У нас резист, который мы ставили. Вот я вот сейчас вот здесь вот его прижимаю. Здесь прижимаю. И 50. Ну 50, 51. Видите, он так скачет. Можно сделать еще меньше. Вот так вот. Тогда должно быть более четче. Чем меньше, тем лучше. Давайте вот здесь вот. То есть вот. Десятые. Ну вот видите, он скачет у нас. От 500, 510. Где-то вот в этих пределах. То есть это у нас 510. Если возьмем вот этот. Вот эти. То есть это у нас тысячные. То есть здесь должно быть уже 1000 высвечиваться у нас. Ну вот, как видите. 900, 56. Если я возьму чуть больше, уже на 1000 уйдет. Так что проблем как бы не быть не должно. Вот видите, где-то 1000 там. Ну, одна единица выскакивает у нас вот здесь вот. Видите, вот 0,97 сотых, единица. Вот. Если я возьму 10. То есть это 10 тысяч сопротивления. Ну, я называю это сопротивление. По сути, задача резистора, как я понимаю, я не эксперт. Но их задача организовывать грамотное сопротивление. Сопротивление. Так. В электроцепи. Ну, вот видите. Вот здесь 9, 10. 9, 10. Это, по сути, 9, 9, 10 тысяч. То есть 9 десятка, 10 очка. Ну, 9, 9, 97. Ну, как раз подходит. То есть, видите. Мы сейк сейчас проверили. Так, теперь пока выключу. То есть, таким образом, если вдруг, скажем, вот у вас заводские вот такие вот. Чем они отличаются, кстати, я вам скажу. Эти резисторы. Дело в том, что если вдруг вы застали. Вы вот молодые люди. Меня в жизни смотрят. Но если вдруг вы где-то видели нашу старую советскую технику. Вы, наверное, видели, что у резисторов, ну и у транзисторов есть обозначения цифровые на советских. Но вот это, импортное, это зарубежное. И у всех зарубежных есть базовое обозначение цветового кода. Он отличается от того, что начинается обычно там, где идет более шире, к более узкому. То есть, здесь широкое начало. Это вот конец, насколько я помню. И вот так вот по цифровому вы вымеряете номер. То есть, первые цифры это номер. То есть, вот этот 510. И потом идет уровень сопротивления. Ну, и так далее. Проблема в чем? Так, это, надеюсь, не расплавился. У меня уже нагревается эта гребная пластиковая, зараза. Так, минуточку поправлю здесь. У меня просто уже пластик нагревается здесь, зараза. Надо немножко подправить, иначе у меня растает все. Надо вообще нормальную подставку купить для тебя потом в дальнейшем. Так вот. И здесь идет количество сопротивлений. Здесь, по сути, будет по нуля. Насколько здесь? Зеленый. По-моему, зеленый, зеленый, да? Тогда, получается, 0 будет. То есть, отсюда к сюда считается. Насколько я помню. Либо наоборот. Одно из двух. Но, чтобы вам с этим не путаться, рекомендую как раз использовать мультиметр. Просто приложить и понять, какой примерный. Вы узнаете примерный. Но чем меньше, конечно, укажете, тем более точнее у вас будет значение. И вы сможете... И вы сможете понять, какого у нас он сопротивления. Так, давайте же. Я держу паяльник, если что горячо, так что не пугайтесь. Просто я пугаюсь обычно за вас. Я за вас пугаюсь. Так. Это моя задача. Вы-то там в безопасности, а я-то здесь, на передовой. В каком-то смысле этого слова. Передовой паяльника. Так. И проставляем. Так, вот, поставляем. Так, правильно ставлю? Нет. Спутал местами. Я просто ставлю их одной стороной всегда. Мне так проще, чтобы потом можно было, если что, понять, где что и как. Ну вот. Поставили. Теперь аккуратно это все здесь вот сбоку припаяем. И так. Вот, смотрите, вот у нас вот. Сейчас я здесь немножко их расправлю аккуратненько, чтобы они нам все цело не мешались. Вот эти вот выступы. Выправим аккуратненько. Вот они у нас все там, видите. Лежат там аккуратненько все одним слончиком. Я вот сюда сейчас что-нибудь подложу. А, вот. Прекрасно. Прекрасно. Так, вот так вот. Так. У меня просто здесь вот подставочка слегка упала до паяльника. Надо ее поставить таким образом, чтобы нормально держалась. Так. Так. Вот сюда. Вот сюда. И берем плюс паяльничек. И припаиваем все просто аккуратненько. Так. 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 Аккуратненько. Если сразу с большой скоростью не получится, не переживайте. Просто растопите и перенесите на следующее. Так. Вытянем. Ой. Как? Так. Побольше вытяну. Мне так проще. Так. Так. Есть. Так. Вот здесь вот парочка схватилась. Сейчас мы их разлучим. Прямо вот жилье. Прямо резисторные наши. Так. Нормально. Отлично. Обычно многие говорят, что можно, конечно, сначала их залудить. То есть нанести флюс. Как делали раньше с советскими. Но разница в том, что вот эти тонкие. Не вижу смысла их лудить. Можно сразу просто потом заниматься припоем. Так проще. Но некоторые делают. Объясню, чем соль. Потому что не все, наверное, молодые понимают. Старички поймут. Обычно резисторы как их припаивают. Вот мы сейчас припаяли. Вот видите. Хорошо. Лишки немножко избавимся. Так вот. То есть вот припаяли. Хорошо. Никаких проблем. Дело в том, что обычно их лудят. То есть наносят флюс. Потом проносят аккуратный припойчик. Потом вставляют. Но это делали в классических вариациях. Я не вижу смысла это делать здесь. Поскольку все-таки... В отличие от советских. Здесь все тонкое. Думаю, проблем не должно быть ни с запалом. Ни с чем-то еще. Возьмем сейчас припой с первых. Нам достаточно небольшой доли припоя. То есть вот. Мы уже все, по сути, припаяли. Так вот спокойненько припаиваем. И проблем нет. Будем брать немножко припой вот отсюда. С этих кусочков. И просто заполнять. Зоны вот эти. То есть достаточно просто припаять вот так вот. Куратненько. Проблема, считай, решена. Так. Смотрите, сколько припоя остается. Аккуратненько. Никаких проблем. Все хорошо. Все легко идет у нас. Так. Ну вот здесь, конечно. А, вот тут я пропустил. Слегка не заметил. Так вот. Так. Так. Надеюсь, не слишком бликует. Потому что я использую лампу для подсветки. У меня тут, конечно, ярко, но свет все равно использую. Так. Вот здесь еще немножко припойчику давайте добавим. Так. Вот он у нас. Так. Так. И потом это в конце обрежем лишку. Так. Вот так. Вот так. Вот так. И вот здесь еще. Не оставляем пустых мест. Не оставляем. Лучше пусть все дыры будут запаяны. Но зато проблем не будет. Главное, чтобы он у нас не взорвался в конце, когда мы его будем запускать. Вот я говорю. Я надеюсь, что он у нас заработает. И я буду очень рад потом слушать его в дождевые вечера. Когда буду заниматься монтажом. Это будет очень приятно. Знаете, такой вот сидишь себе. Слушаешь свой... Своё радио. Такое спайное. Так. Вот здесь еще не запаянили. Вот здесь еще. Вот сейчас. Возьмем. У нас есть. Так. Так. Я лучше здесь немножко нанесу. Так. Что-то вот не наносится. Или нанеслось. Просто не вижу отсюда. Вот здесь не нанеслось. На соседнюю нанеслось. На это нет. Так. Так вот. Я вот так... Ой. У вас, наверное, все... Ай. Спутнилось. Сейчас только поправлю. Если что, то мои ноги сейчас были. Так. 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 Вот. Запаяли. И давайте теперь... Паяльчик пока в стороночку аккуратненько. Так вот положим его. И вот это давайте все сейчас обстрежем. То есть вот мы все запаяли. Все спаяли. То есть все. Так. Просто так обрезаем. Если вдруг чувствуете дискомфорт, можете, конечно, потом еще пройтись напильничком. Сейчас мы скорее пройдемся дополнительно еще немножечко паяльничком. Потому что вот эти вот выступы меня немножко бесят. Сами по себе. Так. Так. Аккуратненько обстригу все со всех сторон. Аккуратненько. Ну да. Вот я стараюсь сделать на канале вот такие вот экспериментальные видео. Может быть вам зайдет. Потому что если зайдет, то я сам тоже увлекаюсь пайкой. Так вот. Всеобразно. Я, конечно, не эксперт в терминологии. Я больше практик. Я больше практик. Чем терминолог в этой... Чем теоретик в этой области. Хотя по физике была пятерка, но... Нас там не обучали. Пайки в школе. Это уж самому все. Я просто в последнее время я посчитал, что это полезный навык. Смотрите, кстати, вот здесь вот. Видите? Вот. Сейчас немножко здесь пройдемся слегка паяльником. Вот так вот желудим. Вот так вот желудим. Так. Вот это возьмем. Это вот сюда. Нанесем. Вот так. Кстати, поаккуратнее все-таки с резисторами. Поскольку он сделан из полупроводников, а это значит, что эта зараза хорошо проводит тепло. Так что поаккуратнее. Когда будете заниматься его пайкой. Ну вот, вроде... Да, припаяли, припаяли. Не, конечно, не элегантно, но... Мы тут и не на красоту делаем, как говорится, а на качество. На качество и на совесть. Нет, конечно, на совесть, если надо. Надо бы сделать, конечно, так, чтобы уж наверняка. Вот. Дышим. Извините, если у меня просто... Тут такая же речья. Несмотря на вентилятор, он обдувает мне так со стороны спины. Я поставил вот так, чтобы он делал такой поток аккуратненький. Я вот так себе иногда приближаю, чтобы... Да, все нормально, все нормально. Все поставлено как надо. Так, отлично, вот. То есть мы их поставили. То есть, видите, вот такие вот они у нас. Наши резисторы на 510 единиц. У нас остался еще один запасной. Вот он, видите. То есть, видите, даже запас есть. Даже запас есть. Теперь поставим следующее. На одну тысячу. Теперь единиц возьмем. Где они у нас? Десять тысяч мы оставим под сладенькое, так сказать. Вот они на десять тысяч у нас. Вот такие вот. Крошечные. Действительно, на одну тысячу. Вот они такие у нас. Такие вот крошечные, видите. Ставим. Вот сюда. Нам нужно 4 единицы. У нас их целых 6. А, нет. У нас вот еще вот. Здесь сюда еще надо поставить. Значит, 5. Ну, всегда, значит, в комплекте один запасной будет. Один запасной всегда в комплекте. Так что проблем нет. А, нет. Ставим. Аккуратненько. Проблем. Не. В. Тем. О. О. Вот так. Так. Небольшое извинение. Вставил не туда. Я только сейчас оплатил гибать, что я вставил на десятку. А у нас же 1к. То есть не 10к, а 1к. Вот сюда мы их вставляем. То есть 1к. Вот так вот вставили. Хорошо. Берем следующий. Берем следующий с вами. Вот этот. Проставляем. Продвигаем. Пока у нас паельник греется. Дело делается. Так вот. И ставим. Вот так вот. 1к. 2к. Оставляем всегда небольшой зазор. Всегда должен быть небольшой зазорчик какой-нибудь. Оставляйте всегда. Чтобы уж. Была возможность грамотно все припаять. И грамотно все демонтировать. Если вдруг демонтаж понадобится. А у вас скорее всего в будущем понадобится. Потому что они конечно работают. Но они изнашиваются. То есть у них есть свой 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 годности. Если вы хотите чтобы ваше тело работало. Лучше конечно следить за тем. Что у вас все работает. Если вдруг что-то взорвется. Кстати опять же. Если вдруг какой-то внутри сломается. Вам опять же. Благодаря сопротивлению. Вот этого мультиметра. Вы можете сразу понять. Какой из них рабочий. Какой нет. Это очень удобно. Что очень радует. То есть вы сможете сразу понять. Какой из них поломан. Какой нет. То есть приложили так вот к концам сбоку. И измерили. То есть сможете сразу понять. Какой выход рабочий. Какой не рабочий. Что вполне очень удобно я считаю. Так. Извиняюсь. Сейчас сдвинул его опять. Так. Вот так вот. Аккуратненько. Я просто тут буквально подбородком упираюсь. А она не ровно же держится. Вот эта вот лампа. Так. Есть. И чтобы я еще видел. Я же в очках. Сами знаете. Не очень конечно особо удобно. Но. Как говорится. Что есть то есть. Чем богаты тем и рады. Так. Так. Поставили. Поставили. И. Вставили. Вот чем хороши резисторы. Они. Не полярные. То есть у них нет полюсов. И в отличии скажем. Тех же конденсаторов. То есть вот они конденсаторы. То есть у них плюс минус. То есть вам не нужно будет здесь мучиться. То есть взяли поставили. И готово. Да. Это конденсатор. По-моему. Да. То есть конденсатор по-моему полярный. Так. Вот. Здесь ставили. И у нас сейчас еще вот где-то вот здесь был один. Сейчас найду его. Вот он. Вижу. 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 Вы наверное его тоже видите. Вот он. У нас. Тоже вставляем. И припаиваем. Вот еще. Так. Ну и у нас остается на запаску как раз таки один резистор. То есть вот. Остается всегда видимо запас еще один резистор. Ну и хорошо. Более чем починить. Если вдруг что-то выйдет из строя. А если вдруг что-то не выйдет из строя. Если вдруг что-то выйдет из строя. Не будем знать что. Это конечно беда. Ну ладно. Так. Теперь переворачиваем. И припаиваем. Припаиваем аккуратненько. Так. Так. Вот видите. Я где-то припаялся аккуратненько ровненько. Таких проблем. И здесь тоже самое. Проходимся. Так. 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 Поялся? Просто не въезжу отсюда. Ну да. Я просто стою выше камеры. То есть я буквально рядом с вами. То есть я буквально с вашими глазами. То есть с камерой. Ой. Я походу прип... А нет. Припоя у меня достаточно. Видите сколько. А тут у меня еще два флакона припоя дополнительно. В общем нам хватит здесь на все с вами. Так. Давай уже. Так вот. Извиняюсь, если дергается. Потому что это мой подбородок дергает. Все, мой подбородок. Так. Так. Отлично. Так. Так. Почистим. Это очень хорошее. Реально очень хорошее средство. Такая вот вещь. По сути вы туда просто вставляете. Паяльник продолжает работать, нагревать. Она не расплавится. Но вот припой лишний, который у вас остался, он туда внутри осядет. Очень удобная вещь. При желании, если вдруг такое реально будет, вы можете потом просто ее как-то нагреть и умудриться. Ну не знаю. Индуктивно что ли провести какую-то... Она вроде, по-моему, одна большая цельная. Она вроде одна большая такая цельная. Вот видите. Чистая жала. Мить. Все прекрасненько. Так вот. Отложили. В стороночку. Я порой его выключаю, ребята. Поэтому не удивляйтесь, если тут паузы у нас такие будут. Будет непонятно, что где. Я просто даю ему иногда остывать. Так. Вырезаем. Обрезаем. Так. Так. Если вдруг есть желание делать, ну вообще так идеально, можно потом просто вот пройтись, так вот сточить. Я не вижу смысла в том, чтобы сточить что-либо. То есть проблем с этим я не вижу. Ну можно, конечно, так вот пройтись напильничком. У нас он есть. Но только слегка. Чтобы не задеть саму плату. Хотя в этом ничего плохого такого нет. Ну как сказать, нет. Есть, но нет. Так. Вот у книжка. Я сейчас заметил. Аккуратненько обстрижем. Ну знаете, как кошки обстригаете. Вот. Когатки. Я не стрык ни разу, честно говоря. Но очень похоже, наверное. Разница только в том, что кошка вас не кусает. Наверное. Может не кусать. Может ей нравится. Кто знает. Так. Припаяли здесь. Припаяли здесь. Прорывали. И у нас осталось еще десятки. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Вроде больше нигде не вижу. Конденсатор. Конденсатор. Да. Больше ничего нет. Значит. Да. Получается вот этот остался. У нас только десятки. И тут их сколько? Ну тоже шесть штук. Получается здесь пять. И еще одна запаска. Ну. В общем. Ясно. Одна всегда в запасе. Если вдруг что-то наделаешь не то. Конечно. Мне кажется. Молодно. Но с другой стороны. В принципе. Это резисторы. С ними проблем быть ты не должно. В принципе. По природе их. Сказал. Вещи. Сказал. По природе резисторы. Серьезно-то. Так. Поставили. Так. Мы вытаскиваем. Так. Так. Можно немножко притянуть. Немножко притянуть. Так. Немножко сдвинем. Извиняюсь. Так. Ой. Я сдвинул. Аккуратненько. Ой. Так. Да. 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 Во. Вот так вот. Ровненько сейчас делаем. Видите. Ровненько у нас. Стоит. Вот. Вот так вот. Видите. Поставили. Готово. Идем к следующему. Берем. Вытаскиваем аккуратненько. Расставляем. И вставляем. Так. Некой стороной. Но я стараюсь их стать одинаково. Чтоб проблем потом не было. Как говорится. Если уж. Всем так в ряд. Так. Есть. Следующий. Вот так вот. Так. Отлично. Вот так. Все. Загнули. Загнули. Один-два миллиметра. Достаточно. Большего и не надо. И вставляем. Правильно вставляем. Поставили. Сделал так. Чтобы цвета совпадали. Ну. Чтобы все ровненько шло. Я имею ввиду. Так. Вот здесь немножко переборщил. Где у меня? Ага. Так. Вот так вот. Прогну. Здесь прогну. Только сильно не гните. Иначе сломайте. Все не гните. Иначе сломайте. Так. Сделали. Ой. Извиняюсь. Будет трясти. Говорю сразу. Если у вас не переносимы стряски. Не знаю. Возьмите пакетик. Какой-нибудь бумажный. Кстати. Почему бумажный? Не пакетик. Почему кстати не... Пластиковый. Тоже удобнее. Да. Конечно. Природа. С другой стороны. Извините. Природа не заразится. Блевотиной. Тоже же. Хорошо. Так. Вот. Вставляем. Изгибаем. Вот так вот. Сейчас мы вот это припаяем. И потом вот сюда еще. Все так поставим. Мне просто так удобнее. Потому что видите. Я тут уже их так все погну. Я все так вот погну. Надо еще в кофе-йогу. Сделать. Я уже кофе выпил. Вы даже не представляете. Как быстро все выпивается. Так. Так. То есть вот первый готов. Он даже кстати неаккуратно там немножко стоит. Ну ладно. Аккуратно, неаккуратно. Это уже другой вопрос. Главное чтобы он не близко привлекал к платью. Это хорошо. Он не стоит там. Прямок к платью. Здесь он на дне немножечко. Так. Так. Отлично. Вот видите они у нас стоят. Зазор есть. Зазор есть. Все. Прекрасно. Теперь здесь поставляем аккуратненько с вами. Так. Раз. Вот так. То есть вот видите. Запаяли. Запаяли. Снимку взял аккуратненько. Видите у нас даже аккуратнее вышло чем в других местах. Как хорошо то. Обрежем. Все это дело. Давайте. Вот так вот обрезаем. Так. Раз. Два. Три. Четыре. Вот. Обрезали. Я вот все вот эти вот откладываю потом сюда. У меня тут есть магнитная подложка конечно. Можно было бы на нее. Тоже было бы удобно. Нет. Так. Это вот сюда. Кстати. Поскольку сюда. 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 Так. Вот. Можно немножко здесь вот аккуратненько обстричь. Чтобы уже было вообще все аккуратненько. Вот. Вот так вот. Так. Так вот уберем. Чтобы ничего не припаялось. Потом может быть где-нибудь флюсиком так пройтись. Чтобы вот. Хорошо было. Но не обязательно. Не обязательно. Так. И еще один остался. Да у нас. Вот. То есть видите у нас один запаска. А один обязательный. То есть запасочку я сразу сюда ложу. А где он у нас? Вот. Р-16. Ставим точно так же как и остальные. Вот такой вот стороны. Вот. Аккуратненько. Поставили. Ну как. Вот так вот. Нормально. Раз. Два. Вот так вот. Слишком сильно не загибаем. Слишком. Позволил немножко себе. Вольность. Но многого. Но многого не надо. Иначе вы его можете сломать. Есть риск такой. Поэтому аккуратнее будьте. Всегда будьте аккуратны в таких моментах. Так. Так. Примерно давайте. Нормально. Я всегда наверное. Позволю себе немножко смутливать. Слегка. Вот так вот поставим. Можно вот так вот сделать. Какой-нибудь. Зазор сделать. Что вот можно было потом подтянуть. О. О. Все. Сделали. А теперь давайте. Берем паяльник. Прием. Припочек. Вот так вот. И аккуратненько. Аккуратненько. Видите как хорошо встал все. Даже еще вот здесь. Излишечка остался. Можно сюда пустить. Как раз таки. О. Аккуратненько. Ну-ка. Ну-ка. Так. Вот так Я вот не знаю, видно у вас нет Потому что порой пар берет Порой, ну-ка Вот он у нас Видите, запаялись Аккуратненько, все хорошо Все прекрасненько Так, почистим Я стараюсь записывать все-таки Вот в таком, потому что, понимаете, ребят Если вдруг где-то картинка плохо Это все из-за автофокусировки, прошу простить Я ее не могу никак отключить, поскольку она Внутри камеры непосредственно установлена То есть она автоматически сама делает То есть это не в моей власти, по крайней мере На данный момент Может когда-нибудь смогу это все сделать Так, чтобы не было отыгрывной фокусировки Она чисто захватывала все за раз Но пока что Вот как есть, так есть Я буду показывать результат То есть результат вы увидите Главное, не бойтесь паять Вот, ребят Многие боятся Вот даже, наверное Все, кто вот Мальчишки, девчонки Будут просить, наверное, родителей Ну, хотим научиться паять Да они будут орать, как сумасшедшие А почему? Потому что сами не умеют Они ленивые задницы Говорю вам сразу Они настолько ленивые, что они боятся Вот настолько ленивые Вот Тебе припаяли Здесь, 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 здесь Парочка плат Вот так вот Сделали Готово Далее Далее мы с вами предпаяем сейчас Наверное, всеми любимые Всеми расшатанные Во всех Телефонах С десятых По Двадцатые годы Двадцать первого века Это Великий, ужасный Микро-USB разъем Учитесь Вот сюда вы, наверное, пришли Наверное, все из-за этой вот Тварей По-другому ее не зовешь Тварей по паре Вот она так вот выглядит Если только он у вас где-то Расшатался То Вам достаточно его Припаять Вот, кстати, обратите внимание То есть Видите, вот Здесь Есть борозки Внутри платы Керамической Ну, это Крем Ну, это кремневая Пластина Это почему? Потому что Вот эти контакты Это Именно контакты Это не зажимы Не думайте Их тоже надо припаять Вот так вот приложили Здесь у нас DC-шечка То есть Вот так вот я вот Положу Потому что у меня здесь Небольшая выемка Мне так удобнее будет Паяльничек И Припой должен быть От Ровно вот здесь Вот так вот И Припаиваем Так Отлично Сейчас выровняю Вот здесь Аккуратненько О! Как заводской Вот видите Все Припаялся Теперь со вторым То же самое делаем Вот так вот Аккуратненько Лудим Готово Ну, конечно Не надо Но И Недостаток Тоже не нужен То есть Где-то Ну Стараемся 50 на 50 Так И вот сюда Тоже пару капель Так вот Заполняем Так что Если вдруг У вас После Жаркого сезона Летнего Вдруг Друг Друг Начала Гулять Вот эта вот Самая Плата Вы теперь Знаете Как ее Чинить И не надо Платить 600 Рублей Мастеру Вот Припой Припой За 60 Рублей Паяльничек Вот и Вся Ваш Ваш Ремонт Учитесь Пока живой Вот так наверное с чисел еще слегка здесь не очень удачно вышло видите зала с ним его вот я сейчас отогреватель берегу ставить вот все очистили то число потому что туда попала немного и на был сейчас его очищать нужно было нужно было так здесь сделали хорошо теперь следующим у нас с вами пойдет по очереди конденсатор насколько помню они тоже транзит тоже резистор тоже здесь вот это резистор вот r1 у нас отмечается один нас как называется ты просто скажу как название деталь потому что я их не все знаю наизусть называется прессижен потенциометр на 20 до 200000 200000 вот так вот и тут ведь тоже от изображения есть вот этот ответил здесь три по русски этот вот это они есть да вы правильно поделись немножко сошел сейс попах лажает айс оказан милочку когда не делайте то что сейчас делаю я меня просто он немножко поплавил подставочку не свалился надо новую подставку брать хорошую вот так мы его вставляем то есть вот это то что видите это потенциал просто прокручивать его подкручивать как надо и готова берем ставим пропаиваем аккуратненько ошибку много не надо так и вот сюда тоже так милочку свернул табличку я просто здесь таблица на фоне есть на за знаменованием всех деталей я себе сделал в экселе так удобнее просто не понимать потому что как китайцы пишут я китайский плохо еще знаю а то хотя бы разобраться сможем так слишком снимаем все остальное вроде легко нормально так что очистим припоя на она будет в этой штуке под конец очень много может быть потом ее нагреть сковородке будет забавно это заметил начиная грудиться это остатки если то будет плохо у нас боятся в дальнейшем мы с вами просто возьмем и перевернем и все но подточим его еще раз так вот здесь мы припаяли обрежем вот так вот такая вот красота ровно и аккуратно и и и и и и и и и